В 2012 году Савченко первый раз попала в объективы телекамер на шоу «Битва экстрасенсов». Факт, который как первый пробный камень, подтверждает, что Савченко всю свою жизнь искала известности, денег и власти. И способна играть на публике самую абсурдную роль. На дворе январь 2014 года. Самый разгар революции гидности. Надежда Савченко, как мы видим, уговаривает майдановцев не продолжать штурм. Тогда власть Януковича задействовала не только «Беркут», но и подкупленных граждан, которые пытались уговаривать активистов Майдана прекратить наступление, получая за такую дипломатию по несколько тысяч гривен в день. Хорошо запомните одежду Савченко. Ее красную курточку и шапочку. Это очень важно. Ну не тяни кота за все подробности. Говори. Вот уже спустя несколько дней «Беркут» стреляет в митингующих с помповых ружей. Но нас больше интересует, кто же там маячит вдали, в красной курточке. Ооо. Не иначе, как нынешний герой Украины Надежда Савченко. Что же она там делает? Давайте увеличим изображение максимально. Вот тяна. Нынешний идол всего украинского народа держит в руках смазку для оружия, передавая ее в нужный момент «Беркут». Ах ты сука! А вот еще один любопытный момент. Пока женщина пытается защитить пленного майдановца, наша уставшая героиня стоит в сторонке, презрительно наблюдая за происходящим и покуривая папироску. Имеет право. Заслужила чертовка. Я полагаю, за такую бравую работу Иоды Надежде лично бы дал прикурить сам Янукович. А тут во время столкновения Беркута и активистов Евромайдана произошла неразбериха, среди которой и оказалась Савченко. Вот наша героиня чуток затупила, размахивает руками и как будто, видите, спрашивает, что же ей делать дальше. Да сушать к хуям эту ведьму! Но и это еще не все. На днях тележурналисты решили разыграть Савченко. Предложил ей пообщаться с представителями ДНР. И что? Косоглазая, без лишних вопросов согласилась на встречу, где предлагала фейковому сепаратисту варианты, как легализировать молодую Донецкую республику. Народный депутат Украины Савченко разрубляет план для легализации ДНР в Киеве. Я пошукаю кремлевину, я даже знаю, ДНР возможности в этом проекте. Ну, я же пишу, что это тайм. Я хочу сопричать с вопросом, хорошо. А вот этот сука удар ниже пояса, за это можно и поможет хлопотать. Как видим, Савченко это не просто лживый идол, который не обладает ни умом, ни талантами, ни даже ни красотой женской. Но это еще и мерзкая тварь, которая готова за деньги продать родную мать. Но, как говорится, знаете, тот, кто с грязи вышел в князи, вполне возможно в эту грязь назад и вернется.